Четвертую гостевую победу одержали футболисты «Луча энергии». Матч в Волгограде с «Ротером» завершился со счетом 2-0 в пользу «Желто-синих». Первый мяч ворота соперника забил на 45-й минуте встречи Вячеслав Кренделев, а на 85-й минуте с передачи Дениса Селищева отличился Илья Михалев. Эта победа позволила «Лучу энергию» подняться на 10-ю строчку в турнирной таблице. Команда на сегодняшний день, я обратил внимание, зависимо от того, забьет она первой или пропустит первой. И в данном случае мы, забив первыми мяч, конечно, получили большое преимущество, которым воспользовались в дальнейшем. В Тольятти завершилась очередная гонка чемпионата России по спидвею между Мегаладой и Востоком. Из-за дождя и плохого состояния трека результат этой встречи определен по итогам 14 заездов. Ничья 42-42. До шестого заезда лидировали гонщики Востока 19-17, а после седьмого старта Мегаладе удалось перехватить инициативу. Хозяева трека лидировали до 14 заезда, после которого гостям удалось сравнять счет. Лидером по набранным очкам в составе Востока стал Григорий Лагута. На втором месте Вадим Тарасенко. Все готово для третьего международного турнира по стритболу Pacific Open 2013, который пройдет на центральной площади Владивостока в субботу 7 сентября. За главный приз полмиллиона рублей поборются команды из Индонезии, Японии, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Хабаровска. Владивосток представляют две команды PSRZ и Liberty. Привет, я Рой Джонс, младший. Приглашаю тебя на Pacific Open. Турнир по стритболу 7 сентября. Центральная площадь. Что бы ты ни делал в субботу, не пропусти это. Школа единоборств на стадионе «Строитель» открылась после ремонта. Теперь воспитанники детско-юношеской спортивной школы могут заниматься боксом, каратэ, тхэквондо, джиу-джитсу в новых залах с современным покрытием и спортивными снарядами. Здесь не было тепла. Была отрублена теплая вода, отопление. Был склад каких-то коньков непонятный. Все это убрали, подключили воду, подключили тепло, батареи, отопление, вытяжную вентиляцию сделали, другое освещение сделали. Ну, пожалуйста. Стадион «Строитель» возвращен в собственность города летом прошлого года. Тогда и начались первые ремонтные работы, которых здесь не было десятки лет. Стадион «Строитель», муниципальный стадион, он будет максимально переоборудован, реконструирован с тем, чтобы максимальное количество людей мог принимать, чтобы это была территория здоровья и спорта. Капитальный ремонт позволил увеличить количество мест в спортивных секциях. Сейчас в школу единоборств идет набор детей. Все занятия бесплатные. Открытие школы единоборств – это только первый этап ремонта стадиона «Строитель». Следующие на очереди – современные трибуны, беговые дорожки и футбольное поле. Марьяна Симоненко, Александр Бартовщук. Новости на восьмом.